вот еще пришлось затронуть одну очень непростую тему я вынужден это сделать дело в том что почему-то моему оппоненту не понравилась следующая фразу вспоминайте его текст он звучал примерно так что он процитировал меня что посадил дерево одним грехом меньше посадил железом утверждает что посадил два дерева два греха три дерева три греха господи если мы знали насколько мы грешны боженьки то мой когда-то я почитал евангелие старинное евангелие вот которая была создана еще до это еще до христианские времена там было сказано смотрел на женщину с возделением гореть тебе в деянии огненной я потом долго думал я так хочу приблизиться к богу я так хочу жить по божественным правилам но за что меня в такую клетку засадили вот разве можно не вне него желать женщину того что нам же инстинкт размножения дадим богом вот самые труднейшие времена люди размножались без этого инстинкта вожжаление никогда бы ничего не было и нас бы с вами не было вот ну а раз это грех давайте садить деревья я это когда говорил садить деревья я подразумевал под этим что человек вдруг один из тысячи задумается вдруг у нее не поднимется топор я видел когда в палатке ставят молодые березы рубят поставил на другой день снял а береза больше никогда не будет вот понимаете до чего я говорю чтобы хотя бы уже не рубили потому что однозначно если садишь то избавляйся от греха значит рубить грех вот теперь ближе к садоводству можно расти деревья корнесобственное улучшать их корнесобственным путем и у семечка может быть один родитель когда тычинка это самое опыляет пестики которые расположены рядом но это я считаю путь деградации у меня особая теория на этот счет что почему это самое деревья не могут опылить сами себя вам мы называем бесплодные вот понятно почему деградации не было ищет супруга не найдет в одиночестве умрет потом что не даст значит супруг должен быть даже для самоплодных деревьев надеюсь вы поняли а тут встает защита самое против прививок целое это самое направление в садоводческой под названием на сосиское движение ах ты грех меня упрекали не хочу долго про это говорить прививки это грех прививки я согласен калечене дерево но дело в том что мы же ну занесло нас на север но не должен все к библейские времена это вот дерево списал яблоко никто не садил у нас же в тайге это сибирки это не везде растут размеру сибирок посмотрите на свои ногти вот я бы на самый маленький ноготь на мизинце вот это я себе как это самое а еще севернее уже и этой нет целых регионах сибири и тоже нет вот и вдруг мы хотели это а дачи дали а не хочется уезжать даже сургута пишут это самое с лесотундр и пишут лесотундр там камчатка северный сахалин боженьки ты мой секунд и мы под снегом вырастим дайте материал вот чё только не творится я уж не говорю про это северо-запад там где гостерин задевает наши это самое от карелии сюда право там не бывает сорок градусов морозов тоже хотят хотя там белая ночь или это короткое ткутское лето попробуй успеваем взять почки все хотят и движим но друзья мои сеянцы размножения с помощью искусственного пыления когда должны по идее крупность передаться от одного и сладость крупность и сладость от одного а морозтойкость от другого она дошла до своего предела все это значит что не яблок видели там полукилограммовые яблоки я демонстрировал в начале этого фильма вот там несколько фотографий все полуграмм 400 до 500 грамм как будущего года было 600 но не было такого красивого этого такого фотоаппарата которые такие красивые рисунки выдают некоторые даже ярче чем быту сеянцевое размножение дошло до 40 тупика только за счет ухудшение качества и вот к этому мы еще подойдем я до сих пор еще ищу чтобы эту тему поднять об укроплении плодов пока скажу только коротко что во первых это не грех во вторых это сеянцевое размножение а если грех когда мы отрезаем усаженцам часть или целиком крону или у дерева смотря какая привык от скелета или полная перепривка вот страшный грех как мы дерево калечим с ращем это всямских близнецов которые часто конфликты друг другу который короткий век массовая смерть особенно когда берут неизвестно у кого и не только за счет того что она не морозостойка еще и за счет того что у него морозостойкости не может быть изначально не приучен не сроднились подвой с привоем воюют между собой подвой старается привой уничтожить а процессы кстати взаимные а привой подвой старается уничтожить привой а привой сосуд более нежное если гены проникают а я для этого специальную терр и вывел как можно ниже привать так чтобы даже и штамбика не было вот тогда то что переросло получается дерево из двух половинок и это одно из моих откровений даже открыть откровение когда дерево состоит ровно из двух половинок 50 на 50 вот тогда уже подвой не может уничтожить привой но тогда привой начинает на подвой изменять ухрупняя его под подвойные эти плоды оккультуривая и внимание уменьшая их морозостойкость вот и вы поняли что второй путь да сложнее но он только для секционеров сложнее потом когда привычные друг другу подвой с привоем вырастают за одно короткое сибирское лето давая штамп десятки скелетных веток и высотой с мою поднятую руку еще практически бесполива это о чем-то говорит это говорит о здоровье пышущим и тогда он не достигает конечном счете возраста столетнего того же манджурского абрикоса дикого но хотя бы нам надо чтобы они жили 30 40 50 лет и обеспечили нас плодами вот первым пути скрещивание скрещивая если вот такие плоды получатся в какой-то после теплой зимы на следующую зиму она погибнет а прививки да еще прививки по железу законом сака используя закон сакара тьфу закон соподчинения почек подвоя привоя только они дадут такие результаты более северных районах я вас ребята толкаю вперед на север вот говорил я это потому что я опять говорю да грех но нас судьба занесла пол россии живет там где вот такие абрикоса сеянцевы быть не могут это не италия уже на украине такого практически не осталось украинцы тоже наш советский народ учился по тем же самым по тем же самым журналам газетам сейчас ролики их тысячи просмотров каждого там ты еще просмотров 10 тыс 100 миллион просмотров все учат как сделать чтобы ваше дерево сад если не сразу но по 8 быстренько погиб вот это имейте ввиду поэтому грех еще раз говорю меня слова грех конечно то что я сказал садите деревья грехи будут списываться вот принимайте это всерьез принимайте это как мое откровение у меня свои связи с небом то мне лучше знает знает об этом я уже об этом рассказывал у меня есть ход вообще эту вселенскую библиотеку я так это называю другое дело даже про эту тему сейчас скажете с ума сошел отключите компьютеры а мы сейчас будем с вами слушать дальше давайте еще не поговорим потому что впереди серьезный разговор на его выступление я ответил как мог вот теперь я включаю запись моего оппонента потом опять зарыл прикопал другой думаю может весной через другое отделение а потом забылась так они делилась и а мы хотели обменять на циропаду с ним он говорит я вам пришли циропаду с вы мне эту каринку так вот а селекции у это тоже напрямую не к вам потому что вы селекции скрещивание вы не занимаетесь у вас вот такой вы называете селекционный свой путь клонирование хотя он напрямую и как-то как бы я я же не ученый ничего но вот как я вижу не совсем селекции то что вы занимаетесь это отбор а с ну и селекции какой-то мере отбор но вот селекция путем скрещивание переопыление вот этот путь мичурин же этим путем вот и новая сорта выводил так вот этим вот кстати циропаду с он же нашу местную дикую эту черемуху маака медвежью так называемую в народе он скрестил там с лишней то ли западной то ли средней российской там какой-то не знаю степной может быть и получил циропаду с и вот я писал макару и вам говорю но вам это ведь и в практике вы вряд ли это осилите а вот будущее селекции если она будет продолжаться и если мир вот не погибнет ближайшие 100 150 200 лет вот за этот период вполне возможно селекционеры перенесут вот это качество созревание плодов вы вытянуть ее вот представляете вот это качество именно качество от этой черемушки взять и путем каких-то целого ряда там поколений переходов ну потому что вот как вы искусный садовод практик также вполне возможно и сейчас или в будущем будут такого же плана искусные селекционеры которые смогут вот за за одну свою жизнь попробовать вот это качество буринской калинки дикой нашей перенести на плоды тех сортов скажем персика и абрикоса которые не успевают созревать в нашей северной зоне и их можно будет срывать недозрелыми те вот полученные где качество так вот это вот свойства буринской калины доспевать от зеленого состоя вот еще кусочек записи он сам закончился я не прерывал предыдущего оратора поняли да если то чем я занимаюсь это не селекция или не настоящая селекция вот то тогда получается надо вернуться к истокам он упоминал царападус это я внимательно эту тему в свое время изучал вот это действительно гибрид черешни червомах из вишни вот много с ним намочился вечерин он как бы таким путем раздвигал горизонты науки то есть не было никакой необходимости создавать царападус потому что есть прекрасно вишни прекрасно черемуха черемуху тоже можно улучшать улучшает оккультуре теперь садовый черемах и плоды вкуснее и крупнее царападус возьмите вы горсть этих самых семян царападус действительно гибрид действительно подвиг совершен это научный подвиг подчеркиваю чисто научный я не придаем большого практического значения в чем научный подвиг да абсолютно два разного вида вишни черемах какие-то гены есть это тоже как мы с обезьянами где-то говорят на 90 там 8 процентов или 90 я уже забыл цифры у нас попадают геномы если взять конкретно чек конкретно обезьяна изучали же не все стадо конкретно человеческое или а конкретных особи вот скрестить не можем и да и это самое да и смысла нет и здесь получается то же самое часть генов одинаково митюрин придумал освещение ментором значит он использовал прививки уважаемый оппонент использовал и получилась в конце концов ему удалось все-таки скрестить потом что получить ну возьмите теперь эту горсть царападуса уже готова посадите начнется уклонение или киромаху или вишню несколько поколений он исчезнет без прививок не обойтись поняли чего их планет без прививок все равно не обойтись когда-то рассказывал поднял тревогу умер байкал и последнее там где-то в садах умирает абрикосы они не вечно надо заниматься переносом на подвои чтобы сохранить сорта а два моих оппонента крупнейшие ученые кандидат наук с европейской россии и дама доктор наук из этого споскнил новосибирского специально не называю не этично взяла да это оба мне писали писали в качестве рецензии на мои статьи занимайтесь семенным размножением занимайтесь у меня есть это в архиве остались эти самые их их это рецензии напечатанные газетами журналами а я сторонник хотите сохранить прививайте значит получается что возможности шире если есть возможность прививать